Доброе утро! Так, сейчас мы с тобой будем делать прянички, печеньки, хлебцы. Нет, знаешь, это, короче, это ж типа как я в этом, в ресторанчике в этом хавал, а потом я ещё где-то в интернете видел, наверное. Ну, короче, не важно. Значит, смотри, что нам понадобится. Короче, что мне понадобится? Что тебе понадобится, я не знаю. Скажи, как ты за это замучил? Семена льна замачиваешь в воду. Можешь прорастить, если получится, чтобы он проклюнулся. У меня не получается. Потом семечки подсолнуха тоже замачиваешь. Вот семечки подсолнуха, я видел, как они прорастают, проклёвываются. И семена кунжута. Ну, короче, как сделал я? Я всё это дело в трёх разных тазиках замочил на ночь в очищенной воде. Утром всё это дело я промыл и смешал. Короче, я не дождался, пока у меня там с кунжута хвостики повылазят и из подсолнуха. Но ты не надо уподобляться ленивому лёте. Всё, короче. Всё это дело перемешал. А, ещё, короче, как. Можешь кунжут добавлять. Ой, можешь не добавлять. Это на усмотрение. Можешь добавить ещё семечки тыквы. Мне просто тыква не нравится в хлебцах. Лично мне. Может, может, что-нибудь ещё добавить. Хоть грецких орешков может что-то порезать. Так, значит. Понял. Всё это. Ничего, никаких блендеров, никакого измельчения. получили вот такое вот семечки. Семечки. Семочки. Так. Теперь. Теперь мы берём эти шампиньоны. Ну, можешь взять какие-нибудь другие грибочки. Короче, режем их соломкой. Я буду резать соломкой. Можно кубиками, как хочешь. Мне нравится соломкой. Короче, ладно, я режу. Всё, давай. Так, добавим немного света. Не, в хлебцы света это не надо. Итак, что мы имеем? Короче, вот мы порезали шампиньончики и лучочек. Вот так, видишь? Так, значит, лучок можно посолить. Можно не солить. Добавляем, куда же без этого, наш перец. Красненький. Ну, в принципе, всё. Всё это дело можно смешивать как-то так вместе и вместе с вот этим тоже. Короче, ладно, сейчас я смешаю и... и... короче... Ты меня запутал уже. Я забыл, с чего я начал. Значит, приблизительно мне понадобилось 400 грамм семена льна, 200 грамм поцелуну, холиограмм, 150 кунжута. Ну, так всё приблизительно. 2 луковицы и 250 грамм шампиньонов. Приблизительно. О, в чём это я? Всё, ладно, я смешусь. О, как красиво! В общем, я решил для начала смешать лучок с грибочками. Ну, с солью и с перцем с красным. Пускай может промаринуется. Но, может быть, так лучше. А может быть, это и не важно. Так, а тем временем нам сейчас понадобится вот эта вот бутылка. Я не знаю, как, но её надо нарезать на кольца. Это будут наши формочки с тобой. Наверное, где-то сантиметр в толщину. Ну, понял, да? Всё, видишь? Маркером, значит, обводим окружность, ножничками вырезаем. Не знаю, может, есть лучший какой-то способ, посоветую. И смешиваем всё, что имеем и выкладываем. как красиво получилось на бумажечку. Посмотрим, как оно потом отдерётся. Но, мне кажется, печеньки должны получиться не просто вкусные, ещё и симпотные. Эстетически красиво выглядящие. Я правильно выразился или нет? Ну, ты смысл, короче, понял. Где-то, где-то я тебя не вижу. Всё, давай. А! А! Смотри, что получилось! Глянь, какие они красивые! Слушай, я вот это смотрю, думаю, их реально можно как-то вот так вот, знаешь, в магазинах хлебцы такие продаются в этих стопочках, в таких пачечках. Чик! Так, смотри, и продукта получается недорогой. Если особенно ещё из состава убрать семена, ну, как недорогой, относительно. Не будет тебе под 200 ля, у меня муха в блендере живёт. вот так вот пакуешь и идёшь продавать. Короче, не, даже не так можно. Надо эти, пойти по фитнесу, с этими, с владельцами, с администраторами, с кем-то там, короче, в фитнес-центрах подоговариваться и повыставлять. Вот оно нахрен надо. Пускай лучше эти какие-нибудь чудо-батончики глянь, ты даже не представляешь, какой он замечательный на вкус. Да, шампиньоны. Так это какие-то шампиньоны, сюда же можно какие-то нормальные грибы поставить, это, поставить, добавить в смысле. Шампиньоны придают просто обалденный вкус. А хруст, а хруст, ты даже не представляешь. Так? Я даже не знаю. ну просто волшебно. Иди за пылесосом. Я пошел за пылесосом. Давай.